Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Секира. Сегодня мы находимся на фестивале Рузборг, и я беру интервью у Антона Тишкова, руководителя кузницы Велунда. Антон, расскажи, как тебе пришла идея создать свою кузницу? Ну, во-первых, здравствуй, Иван, здравствуйте, дорогие зрители. Идея кузницы пришла ко мне сначала хоббийном варианте, то есть я работал, работал в офисе, и однажды, ну, точнее, никак не однажды, а мне всегда нравились ножи колющие, режущие, там, вот это все. И от дедушки достался однажды, там, кортик наградной. Всегда было интересно. Однажды я решил попробовать создать свой собственный ножичек. На даче собрался, взял там, типа, болгарку, какой-то кусок уголка, выпилил форму, и я осознал, что все не так просто, что оно не режет и форму не держит и так далее. И стал звучать вопрос, увлекся этим делом настолько, что вот спустя почти 10 лет, как это случилось, у меня своя мастерская. Свою мастерскую я пришел к выводу, что хочу сделать в тот момент, когда искал, где научиться этому ремеслу, и обращался в огромное количество мастерских, кузнец, везде стучался, говорил, я готов платить даже за то, чтобы научиться этому делу. А мне везде говорили, ты нафиг никому не нужен, ты мне инструменты, типа, попортишь, иди гуляй, Вася, учись где-то там, у кого-то еще. Могу тебе порекомендовать, где тебя еще пошлют, в общем, нафиг. Вот, и я осознал этот вопрос, нашел такие мастера, которые уделил мне некоторое количество времени. Ой, дым от костра шикарно дует именно у меня. Трогательный дым, он тоже тебя, ты меня. Я вспоминаю эти моменты, вот, прям, течет скупая слеза. Вот, собственно, уже тогда я понял, что когда я научусь, я сделаю свою мастерскую, сделаю возможность мне, любому желающему действительно, который хочет, абсолютно бесплатно прийти и попробовать. Вот, и вот уже 8 лет я предоставляю такую возможность. То есть прям любой человек может... Да, мне можно условно написать, позвонить, сказать, Антон, я хочу учиться, можно ли к вам пойти ученики? Да, можно, да, приходите. Сложно, тяжело, больно, вам не понравится, обещаю. Вы намучаетесь и, скорее всего, уйдете, потому что, ну, у меня там остается один из 10 пришедших. Ну, кто-то остается, да, и они остаются работать уже в кузнице. Ну, скажем так, я совместил вот этот момент, что я хочу дать людям возможность учиться, и момент того, что я не хочу, как говорится, брать полупустые или почти полные кувшины и пытаться в них доливать воды. То есть я беру ребят без опыта, которые хотят научиться, учу их так, как я считаю нужным. То есть идея в том, чтобы воспитать специалиста от потребностей кузницы. Так и от ребят, да. Вот, и те, кто достоин, да, и действительно хочет, и у него получается со временем и так далее, остаются у меня. Да, естественно, потом есть моменты роста, где-то там не сошлись характерами, как это принято говорить. Вот, и да, в том числе, вот я недавно сейчас калькулировал, благодаря или вопреки нашей мастерской и моим усилиям, еще четыре мастерских функционируют, в принципе, в России. То есть люди, которые прошли твою школу и стали самостоятельно заниматься. Да, и я крайне рад, что, ребят, привет вам большой, несмотря на то, как мы расставались, с кем-то хорошо, с кем-то нет, и девчат в том числе. Я очень рад, что у них это получилось, так же, как когда-то получилось. Я знаю, насколько это трудно, пойти в никуда и открыть с нуля свое дело. Я рад, что я смог им дать тот опыт, которым это позволил, и кто-то их вам превоспевает, кто-то нет. Здорово, конечно. Скажи, а сколько вообще сейчас людей работает в кузнице Веланда? В 24-25 суммарно у нас есть именно кузнецы и есть административный, условно, отдел. То есть, как правило, там в основном барышня сработает. Кузнецей руководить, конечно, наверняка очень трудно. Вот расскажи, с какими сложностями ты сталкиваешься как руководитель? Может быть, какие-то забавные случаи, курьезы? Ну, забавные случаи, курьезы. Забавные, курьезные случаи в плане трудностей руководства кузницы. Сложный вопрос, давай по отдельности. Повтори, пожалуйста, вопрос. Ну, что кузнецей сложно же руководить, да? Может быть, какие-то бывают, не может быть, а точно, наверное, бывают какие-то сложности. Вот, например, какой-нибудь пример. Может быть, ситуация, когда, допустим, вы поехали на фестиваль, а потом обнаружили, что уголь не закупили? Ну, однажды мы наковальню забыли. А, ну да. Приехав на мастер-классы, благо это было в нашем же городе, собственно, в Москве. Мы приехали, все выгрузили, собрали горн, поставили палатку, разложили товар. Должны вот там типа полчаса до открытия. И я что-то смотрю и такой, что-то не хватает, знаешь. И тут, а наковальня-то где-то? Пень, блок металлический. Что вы делали, как вы решили эту ситуацию? Такси, бегом, деньги. Таксист, когда увидел, что надо везти на ковальню, что он... Бабло побеждает зло. Понятно. Понятно, что это за наш счет, расход, да. Мы профукали привезти какой-то реквизит. Бывало всякое. Бывало там и на фестивале, грубо говоря, да, там разорвало в хлам палатку. Ну, тоже как бы приходится... Это, наверное, в том числе одна из основных проблем в бизнесе, что периодически какие-то вещи, что называется, надо забросать деньгами. А их, как обычно, много нет, в запасе не лежит. И ты где-то изыскиваешь вот эти там резервы. Потому что у нас бывало, говорю, разнесло палатку в хлам, я пошел по людям и выкупил палатку, да, потому что иначе у меня все железо там заржавеет, сгниет. Какое самое сложное изделие изготовляла кузница Веланда за свою историю? За 8 лет именно деятельности конкретно нашей мастерской мы сделали огромное количество сложнейших проектов, на мой взгляд. Есть, конечно, у ребят у некоторых проекты поинтереснее и посложнее. Могу рассказать вот такой случай, который с ужасом вспоминаю, знаешь, периодически. Это один из первых заказов именно в рамках уже самостоятельной мастерской. Я как бы директор, у меня там пара ребят уже работают. Мы берем заказ на забор и ворота, входъездная группа в одном там элитном коттеджном поселке. Приезжаем на замер зимой, потому что, ну, позвали зимой. Приезжаем, там снег и место, где будут устанавливаться ворота, занесено, ну, там корка и льда. Мы поковыряли, доковырялись там до какого-то вроде асфальта, и от этого места меряется ноль, потому что столбы стоят, и это будущее расстояние как бы от пола, да, там, до ворота. Естественно, летом, когда все размеры были сняты, ворота сварены, а это 7 на 4 метра воротины, которые везутся краном, забор, нехилые деньги. Для меня это большая ответственность. Я очень всегда переживаю за качество и за то, чтобы заказчик оставался максимально довольным. Мы приезжаем, прикладываем воротину к столбу, а заказчик на асфальт положил подушку и брусчатку. И тем самым поднял уровень земли где-то на 15-20 сантиметров. И не предупредил, конечно. Естественно, у нас от этого никто не предупреждал, потому что у него там, вот он, типа, у него коттедж, он строится, и там какой-то прораб это должен был мне сказать, но не сказал. В общем, нас пытались там и обвинить, что это мы виноваты в этом. Суть в чем? Мы прикладываем ворота, она не то, что не сходит, там и узоры по забору с воротами, соответственно, уходят. Все уходит. Мы понимаем, что мы ворота сейчас снимаем, везем в мастерскую, распиливаем, вырезаем кусок, который вот добавился, чтобы ворота как бы сжать. Повторяю, 7 метров на 4-2 створки. Мы вынести их из ангара. Это сколько каждая весит примерно? Да кто ее же взвешивал-то? Ну, как бы поднимали и двигали, мы ее восьмером, а выкатывали с помощью вилочного погрузчика, наклоняя по диагонали, потому что она в воротину по высоте и ширине у нас не могла выйти. То есть это, ну, в общем, мы очень намучились, влетели на дополнительные деньги, опять же, да, там, и как бы добавилось седых волос, что называется. Вот такой вот сложный был. Ну, и ворота были красивые. В итоге, в общем, справились, да? Ну, да, мы победили. Да, ну, конечно, бывает всякое. Ну, а какое бы изделие ты хотел вот прямо вот изготовить, изделие твоей мечты? Что бы ты вот мечтал сделать, как кузнец? Мечтал сделать, ну, как-то мечты должны остаться мечтами. Наверное, было бы круто изготовить клише для печати денег, чтобы никто не мог отличить потом, да, твое как бы клише от оригинала. Ну, а что, там металл, гравировка, все дела, нанесение краски. Это, ну, возможно, в средневековье же делали кузнецы штампы для монет. Можно, конечно, начать с дирхемов печатать, да? Вот, но так, что? Ну, ну, у нас это дело подсудное, поэтому мечта останется мечтой. Понятно. Ну, а так просто вот какое-нибудь интересное изделие, вот что прям вот хотелось бы сделать. Слушай, огромное количество... Может быть, для чего надо подучиться еще какие-то... Слушай, столько, столько у нас идей, у меня идей, у Аскеля тоже идей, у моих коллег идей, которые вот, ну, типа, ближние перспективы сделать, что мечтать о том, что, типа, когда-нибудь я что-нибудь, когда-нибудь я уеду на Мальдивы на месяцок отдохнуть. Вот моя мечта на ближайшие, там, я не знаю, лет 10. Может, не на Мальдивы, но где тепло и не надо работать. То есть устаешь. Ну, через кузницу, в общем, эту мечту теоретически реализовать вполне реально, да? Уехать на Мальдивы. Теоретически вполне реально. Мне осталось воспитать еще 5-6 сотрудников административных, да, которые смогут с меня снять ту или иную нагрузку. Но я подозреваю, что и судя по тому, как все сейчас происходит, то есть я, как бы, какие-то свои, там, обязанности, да, делегирую, в надежде разгрузить время. Мое время, как бы, чуть-чуть разгружается на день, 2-3 недельку, а потом выясняется, что я такой накинул в себе новых и более высоких, как бы, более интересных задач, например, как вот сниматься в различных видосах, давать, да, там, автографы, еще что-то. Это тоже время. И я не могу это никому делегировать, да? То есть я не смогу это лицо и мозги когда-либо кому-то отдать. Хотя, может, и смогу, а цифрую, быть может. Ну, а то, что мы, то, что вы изготовите в железе, мы увидим все вместе. Конечно, да, все наши остальные мечты вы увидите обязательно. На канал Антона Кузнеца Авелонда подписывайтесь. Так, продолжаем. Раскоснулись темы мечт, да, Мальдивы и все такое. Вот расскажи, кузнечное дело в 21 веке вообще может обеспечить человека, вот как своя постоянная такая работа, да, вот как бизнес, чтобы человек прям занимался кузнечным делом своим любимым и зарабатывал, и себя обеспечил, семью и все свои хотелки. Это возможно? Ну, смотри, я считаю, что, в принципе, любое дело практически, которым человек действительно горит, со временем сможет его обеспечить, если ты действительно полностью отдаешься процессу. Да, кузнечное дело, наверное, бы не существовало в наших нынешних капиталистических реалиях, да. Если бы не давало. Если бы кузнецы не могли прокормить себя, семью, да, и так далее. Ну, зачем бы они где... Возможно, этим бы занимались олигархия какая-то, да, которая... Как хобби, там, поставил кузнецу поковал, Ну, типа, да, вот, там, по старинке. Как толстой, там, попахал поле с утра, да, потом пошел чай попил с этими скоростанами. А, в принципе, о каких деньгах может идти речь? То есть, вот, средняя зарплата работников в кузнеце Воланда, она больше или меньше, чем средняя по Москве и области? Я вот специально загуглил, и по данным Иростата на 22-й год в Москве средняя зарплата 116 тысяч рублей, а в области, в Московской области 60 тысяч рублей. Хорошие средние зарплаты у нас в стране. Я был бы не против получать вот эту московскую среднюю. И на Мальдивы, глядишь, уехал бы сильно раньше, чем через 10 лет. Да. Ну, а если о работниках говорить, тогда вот они больше, чем в области получают, и меньше, чем в Москве, или меньше, чем в области? Смотри, изначально, ну, в целом, в большинстве кузнечных мастерских, в которых я бывал и общался с коллегами, у всех нету окладов. Везде идет сдельная оплата труда, то есть, соответственно, волка ноги кормят. И нету, как бы, ни нижнего порога, да, нету и верхнего. То есть у меня, ребята, некоторые могут вообще ничего не зарабатывать, потому что у них есть вторая работа, и они приходят просто по фану учиться, потому что для них это хобби, ну, как типа в гараж, да, там всегда в гараже есть мужики, с ними можно потрещать, что-то там поработать, да, там, вот. И, соответственно, мы им не платим ничего, потому что и они не хотят, чтобы мы им что-то платили, потому что они хотят с нами время проводить. Вот. А вот эти самые мужики, которые все время что-то делают, и делают много, и готовы там, типа, и допоздна ради того, чтобы заказ доделать, остаться и так далее, они могут получать местами и повыше средней московской зарплаты. Вот. В хорошие, как бы, годы, которых последние три года у нас не бывает, ну, вот, ну, и в два раза больше средней зарплаты выходило периодически. Ну, это здорово, это очень круто. Ну, это вот мастера, кто делает продукцию, кто делает хорошие заказы, которым я могу доверить эти заказы. То есть смысл идти в эту профессию, в кузницу? И устраиваться в кузницу вилл надо будет? Да. Да, да. Отлично. Опять же, у тебя же в магазине много кузнечных изделий? Продаешь? Много, да. У нас в магазине кузнечных изделий. Несут, сдают. Половина ассортимента. Значит, людям это интересно. И твои ребята, кто делает тебе, живут на что-то. Причем, я так дополню, что и мечи, и шлемы даже покупают не только те, кто интересуется вот исторической реконструкцией, но и просто люди, чтобы просто поставить себе на полку. Ну, у нас реконструкторов, как именно аудитории нашей, покупающей, да, там, ну, 15-20 процентов от общей, грубо говоря, валовой прибыли, скажем так. Недавно вы пережили большой переезд. Как это отразилось на работе кузницы? Вот негативные и положительные моменты. Здесь надо уходить в ЧБ, знаешь, вот вернуть те кадры, где я плакал от дыма от костра, вот это вот все. Ну, как пережили? Переезд, как говорится, хуже двух пожаров, да. Долго, дорого, очень большой перерыв в работе, то есть мы уже сколько там, 7 месяцев почти не работали, пока перевозились, ремонтировались и так далее. Это сильный удар был по нашему, скажем так, стаб-фонду, который я с начала работы в мастерской, как бы, копил, подкладывал и так далее. Вот, но нам очень помогли подписчики наши, потому что мы сообщили подписчикам о нашей беде. То есть прям приезжали, помогали или донатили? Рассказываю, сумму, ну и то, и другое в целом, да, то есть огромное вам нечеловеческое спасибо, без вас мы бы закрылись, скорее всего. Вот, ребята донатили внушительную сумму, которая покрыла именно расходы на перевозку всего. И многие, да, записывались в волонтеры, мы открыли там запись, приезжали, помогали и, ну, действиями, скажем так. Кто-то привозил там инструмент свой, там, типа, то есть у нас в цеху на тот момент было, типа, один-два шуруповерта и дрель. Приехал человек, привез еще пять. Ты понимаешь, да, что плюс пять шуруповертов, а разбирать как бы все, что нужно разбирать, да, то есть это очень помогли. Еще раз большое спасибо от души. А вообще вот содержать кузницу, это же дорого, накладно. Вот и электричество, и аренда, и все, что угодно, какие угодно затраты, особенно вот в Москве. Не считаешь ли, что, может быть, было бы более выгодно переехать кузницу куда-то в регионы из Москвы, из Московской области, куда-то подальше, в Воронеж, в Елец? Ну, смотри, если подходить к вопросу сугубо бизнесово, да, то есть типа, я хочу зарабатывать бабки, мне пофигу, как и кто у меня работает, да, там, я считаю, где минимальная аренда, где минимальная стоимость света, где поближе металлобаза и подешевле уголь продают. Конечно, да, это выгодно. Ну, вот тебе, например, пример. В момент, когда случается у нас ситуация с переездом, нам дали 30 дней. За это время я нашел там несколько вариантов. И один из вариантов был тоже, за меня вписались, мне даже не знаю, стоит ли называть, ну, в общем, директор одной известной академии в Москве, и он позвонил там, условно, своему другу и сказал, что нам нужна помощь. И мне позвонил директор завода, который находится в Красногорске. Завод, как бы, машиностроительный. Там огромные площади, огромный станковый парк, но если ты понимаешь, да, там Москва и Красногорск, это, как бы, сателлит Москва. Ну, да, да. А мы, как бы, вот, в центре, да. Москва город большой, по нему долго ездить. Я приехал, меня директор большого завода, как бы, к себе пригласил, говорит, что нужно. Я говорю, ну, вот так и такая ситуация. Он говорит, есть место. Меня провели по цехам, и я там просто на каждый станок, что называется, прыгал и обнимался с ним. Там пресса, гильотины, станки, все, что хочешь, лазерная, такая резкость, секая. То есть, ребята делают там, типа, цистерны для КамАЗов, понимаешь, икра, малярка, покраска. То есть, там, мощностя, вот мы там развернулись, что называется. И у них там же кузница находится там, типа, один кузнец работает, четыре молота стоит простаивать. И мне предлагают там ангар 300 квадратных метров, высокий потолок, отопление, водопровод, все. И на вопрос, как бы, мой, а сколько это будет мне стоить? Мне сказали, что, ну, сколько будешь готов платить, столько и поплатишь. Я говорю, а сколько это будет продолжаться? Он говорит, а сколько тебе нужно? Я говорю, мне три года, чтобы оправиться. Он говорит, ну, мы тебя лет пять не будем поднимать. Устраивает? Я уезжаю с этого завода, вот, очень задумчивый, сам понимаешь. Приезжаю в мастерскую, собираю всех моих ребят, кто смог там на тот момент быть. Даже там видеосвязь включали. И задаю вопрос, кто готов переезжать в Красногорск за мной? Например, мой там ближайший же коллега Аскель тут же открыл телефон, посмотрел, добирал его от места, где он живет. Ему ехать, типа, там, до трех часов в один конец. Три часа туда, три часа обратно. Автобус, маршрутка, электричка, метро и в обратную сторону. И тут же посчитали, сколько это денег еще и на дорогу ежедневно. И, ну, у него жена, да, как бы, там, семья, быт. У всех, у нас, как бы, как говорится, жена ушла, да. Я понимаю, что, ну, там, я теряю до 90% людей, с которыми я работаю, а один в этом цеху, мне что там делать? Для меня люди, как бы, важнее, я не хотел терять сотрудников. Поэтому мы отказались от этого предложения. От этой идеи пришлось отказаться. Поэтому, да. Я думаю, что это, наверное, было тяжело. Куда-то совсем далеко от Москвы мы не поедем в ближайшее время. Была идея, в том числе, купить землю, построиться. И построить тогда же нужно построить для всех моих сотрудников, которые со мной будут готовы переезжать. Какое-то комфортное жилье, чтобы они могли с семьями переехать. Ну, это уже, блин, община целая получается, да. Целый комплекс. Эко-поселение сделаем. Точнее, анти-эко-поселение, потому что мы не хилл так кочегарим. Некий комплексный объект такой уже будет. Давай о Ютубе поговорим. Давай поговорим. Кузне Савелонда. Это уже такие известные ютуберы, да. Скажи, вот сейчас, в данный момент, у вас канал функционирует или в некоторой такой дезморали находитесь от перспектив блокировки Ютуба? Ну, смотри, перед поездкой на Русберг за два дня до вышел видос, очередной у нас, да. Я посмотрю. Посмотри. Соответственно, на втором канале, сегодня у нас что, понедельник, по-моему, да? Сегодня, что-то вы знаете. Сегодня 9 мая. Ну, в общем, два дня назад вышел видос на втором канале, на Кузне Савелонда Жиза, да, соответственно. Нет, мы не дезморалимся, в принципе, я считаю, что понятие... То есть, продолжать работать, продолжать выпускать. Сидеть и кукситься, это контрпродуктивно. Вот потому что многие блогеры, вот прям было заметно, как раз и... Тяжело очень. ...перестали выпускать или стали реже... Не все могут собраться в кучку. Мне тоже было, вот мы таки надо снимать. Говорят, что объем российского контента уменьшился на 30%. Уменьшился. Ну, и, собственно, я в том числе это замечаю по просмотрам, потому что мой видос, который вышел сразу после всех событий, он держался в топ-1 очень долго. Ну, на моем канале по просмотрам. Сейчас, ну, как бы, спад есть некоторый, но в общем и целом мы же это делаем не за деньги, не за монетизацию, да, потому что у меня себестоимость производства очень высокая в серии. Да, мы тратим от 50 до 75 тысяч на серию. Потому что я останавливаю производство. Мои 20 с лишним сотрудников не могут работать в этот день. Точнее, два дня мы снимаем с Аскельем двое суток. У меня работает оператор и еще монтажер отдельно, который тоже получает деньги. И все это вот. Это минимум, то есть это не считается моя там работа. Аскель бесплатно это опять же делает, да. Материалы, кто их оплачивает? Я. И так далее. И мы делаем эти серии для людей, для того, чтобы, собственно, могли они прикоснуться к прекрасному кузнечному ремеслу, коллеги могли чему-то научиться, если хотят. А те, кому просто развлечься, могли поржать, скажем так. У нас все это присутствует. Ну и я реализую свои какие-то фантазии на тему сценок, еще что-то. Я люблю кинематограф. Ваши художественные сценки, конечно, отдельная фишка канала, я бы сказал. Ну, да. Какие вы планируете предпринимать действия, если YouTube все-таки заблокирует? Что вы будете делать? Рутуб, ВК, Дзен? Ну, собственно, мы предприняли уже все эти действия. Вы можете найти нас и на YouTube, и на RUTUBE, и в ВК. На RUTUBE еще нет. И в ВК, и в Дзене, и в Телеграме каналы есть, и не один. Вот. Везде вы нас сможете найти. Мы уже все предприняли. Ну, то есть... На RUTUBE мы пойдем только поскольку они нас пригласят. А вы продолжите свое творчество. Конечно, конечно. Понятно. Мы же не готовы снимать в стол, правда? А желание продолжать снимать, его уже отменить нельзя. Как наркотик, да? Если начал, то уже остановись. У меня очень много идей и сюжетов. У нас очень много изделий, которые мы хотим показать, как делаются людям, и показать, как они себя вели в те или иные эпохи. У нас еще не затронуто огромное количество эпох, которые тоже мы пройдемся обязательно. Мы даже думали о том, что может быть делать, типа, целый сезон, посвященный той или иной эпохе, например. Поэтому не дождетесь, вы от нас не избавитесь. Вообще, я так понял, что, конечно же, с монетизацией он не окупает производство, если один ролик там в 70-80 тысяч выходит, да? Ну, я, собственно, начал говорить, да. Я в последний раз с монетизацией получил 12 тысяч рублей. Прикольно. За месяц? Да, за месяц. Ну, как бы, это где-то не деньги, и поэтому... Да, конечно. Если не с интеграцией, то, по крайней мере, может быть, заказами, приходящими через YouTube от подписчиков, работа магазина, это окупает, это имеет смысл с коммерческой точки зрения? Это не просто голое творчество? Скажем так, когда мы начинали этот вопрос, то есть, когда мы начинали снимать, не было понимания, во что это обернется. Могло не пойти, да, там никто не ожидал, что-то, типа, я буду ходить по городу, любому, причем, России, и ко мне будут подходить люди, там, фоткаться, но я не ожидал, там, вот, и там, в Ельце... Какие, типа, вы Велланд? Ну, подходит, типа, вы Антон из Кузницы Велланды, там, можно сфоткаться, там, смотрю, у вас вы классные, еще что-то. Это приятно, я, там, никому не отказываю, да, там, всегда, там, поговорю, но, опять же, вот, я был в Ельце, в магазине, закупали продукты, как бы, подошел человек, говорит, вы Антон из Кузницы Велланды, я говорю, да, а что вы тут делаете? Я говорю, на фестиваль приехал. Помидоры выбираю, типа, да, помидоров нету на этом фестивале. Да, вот. Да. Еще пару вопросов о работе Кузницы. Спасибо большое. Смотри, вот, если бы, да, спасибо. Если бы у тебя была возможность, вот, прямо вот, по щелчку пальцев, получить любой инструмент, любое оборудование для Кузницы, что бы это было, что бы ты пожелал такое? Очень хочется, чтобы нам кто-нибудь, как говорится, прилетел волшебник на вертолете и подарил магнитно-резонансный томограф. Да? МРТ? А зачем вам МРТ? Слушай, он открывает огромное количество возможностей, да, как ты знаешь, не все музеи могут себе позволить сделать МРТ-меча или рентген его, да. Рентген тоже пойдет, но еще там же огромный магнит, можно кидать лопату с этим самым, как его, железосодержащим рудой, и оно будет оставаться на магните, а все остальное пролетать в кольцо. Ну, по крайней мере, я себе это так представляю. Я уже нарисовал себе картину, что вы сотрудничаете с музеями, предлагаете... Мы действительно сотрудничаем с музеями. Вот сканировать там. Ну, там, скажем, музеи нам предлагают, как правило, постараться сделать эту или иную реконструкцию того или иного предмета. Мы приезжаем с Аскелем в запаснике, все это общупываем, обмеряем, обнюхиваем, смотрим, как это сделано, и повторяя технологию и огрехи кузнеца, изготавливаем то или иное изделие, отдаем его на выставку, чтобы, например, они могли интерактивно сделать выставку, то есть, там, мы делали топор, например, для новгородского музея. Зритель может его потом пощупать, а под стеклом оригинал лежит и как бы сравнить, посмотреть. Это тоже интересный опыт. На мой взгляд, это реконструкция в настоящем ее виде. Мы занимаемся реконструкцией ремесла. Реконструкция 100% подошла, на мой взгляд, в наше время к тому, чтобы делать действительный вклад в науку. По крайней мере, может быть, не так, чтобы уж там какие-то работы писать, но то, что какие-то вопросы... Пишут реконструкторы работы, да. Это Шурик-моряк. Ну, да, да, да. Но все-таки это уже прям научная работа, научная работа, да. Но какие-то опыты именно реконструкторов тоже могут пригождаться. Вопрос в том, что научное сообщество, скажем так, археологов, не всегда готово применять опыт реконструкторов. Да. Потому что мы там... Был я на лекции того же Каинова, да. У него одна версия, почему это так или сяк. Я как будто задаю точняющие вопросы, мы потом там после лекции пообщались. Я даже пригласил ко мне приехать из серии. Покажу, как это было условно на самом деле и для чего это могло бы быть. Ну вот. Пока он не нашел времени до нас добраться, но, опять же, вот мой опыт условно именно изготовления мог бы помочь некоторым археологам разобраться, как и чего. Потому что те же там... Это... у Каинов как бы не приверженец этой версии, ну что, типа дол это для облегчения мяча. Это же бред. 30-40 грамм одна сторона дола весит. То есть дол это скорее для создания ребер жесткости. вытащенный дол на 1,5-килограммовом мяче скинуть типа 80 грамм. Такое. А давай вот возьмем какого-нибудь твоего сотрудника, пригласим и я задам пару вопросов ему. Да не вопрос. Иван, есть вопросик к тебе. Присядь, пожалуйста. Да, вот, Иван, сейчас задам тебе пару своих вопросов коварных. Можно сказать, не запланированных. Чего, так сказать, не планировалось. Иван, скажи, вот Антон хороший руководитель, отличный, лучший из всех, которых я знаю. А ты действительно думаешь, что он может сказать иначе? Не осознавая последствий, да? Кузницы, да. Веланда рядом с Антоном. Не территория, как бы ответ будет единый. Ответ будет один и тот же. Тогда дай краткую характеристику. Скажи пять слов, описывающих идеально кузницу Веланда с твоей точки зрения. Нет времени на пять слов. Это, наверное, лучшее описание будет, если так. Надо работать, надо работать. Иди, Ваня. Спасибо, Иван. Да, спасибо за комментарий. Антон, последний вопрос. Твое пожелание всем начинающим кузнецам. Всем начинающим кузнецам хочу пожелать в первую очередь начать таки. Ничего не стесняться, не бояться, пробовать, экспериментировать, и у вас все получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»